эти видосы про вселенную что ну-ка прежде чем начнется ролик важная новость мы наконец-таки запустили производство научных твердом году одна из его самых интересных особенностей вот эта маленькая красная точка и это не битый пиксель а изображение самой далекой галактики обнаруженный на данный момент сейчас до нее более 32 миллиардов световых лет ну а в километрах это вообще чудовищная цифра но даже такое огромное расстояние меркнет перед тем что вселенная это бесконечно удаляясь все дальше и дальше мы никогда не обнаружим ее края ведь просторы космоса безграничны и не имеют пределов хотя стоп с чего мы это взяли и правда то что мы не видим края вселенной еще не означает что его нет добрый вечер здрасте курочка спасибо 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 да наш мир огромен но откуда информация о бесконечности серьезным может быть все совершенно я сказал наш мир имеет ограниченные размеры их можно даже посчитать тут все просто так что давайте разбираться и я думаю досмотрев до конца вы все-таки поменяйте свое мнение о бесконечности вселенной поехали давай уже так впервые о том что у нашего мира нет конца и края заговорили во времена джордана бруно в конце шестнадцатого века прошло несколько столетий и как вы думаете далеко ли мы продвинулись в понимании размеров вселенной ну не особо да за такие мысли уже не сжигают но мы многое узнали и трудностей только прибавилось например понятно но вы чё серьезно хотите вот это досмотреть целиком как бы ни старались оказывается нам доступна для наблюдения только ограниченная ее часть и есть теоретический предел дальности наших исследований причина такой жестокости скорость цвета да это величина огромная но все-таки конечная поэтому чем дальше галактика тем больше времени свет от нее идет до нас и от очень далеких галактик он еще просто-напросто не успел долететь до земли за все время существования вселенной поэтому самое дальнее что мы можем наблюдать находится в 46 с половиной миллиардов лет от нас обидно цифра такая большая из-за расширения вселенной галактики успевает сильно удалиться прежде чем их свет достигнет нас так вот это границы наблюдаемой вселенной и он называют горизонтом частиц и все что находится дальше мы увидеть не можем даже в самые мощные телескопы обидно таки тут начинается самое интересное мы можем только гадать что находится за горизонтом частиц может быть даже феи и единороги кто знает или я логично предположить что там на бесконечное расстояние простираются такие же звезды туманности галактики но повторюсь это только предположение на деле все может оказаться совершенно иначе и где-то далеко-далеко вселенная может замыкаться сама на себя но неужели такое возможно дело в том что пространство может быть искривлено чтобы было понятнее каково это проведите линию вниз в бок и вверх придете ли вы в ту же точку если вы в плоском неискривлено пространстве то такое конечно невозможно но если это не так и вы находитесь например на поверхности сферы то это вполне реально такое искривление пространства производят массивные тела планеты звезды галактики мы это воспринимаем как гравитацию и на огромных масштабах такое искривление действительно может замкнуть пространство само на себя проверить это можно измерив среднюю плотность вселенной если она окажется 1 которым критическому значению drama queen спасибо за 42 месяца его аху или то тогда наш мир бесконечно плоский и не искривленный плоский это больше нас всех ебальники сейчас такие умные до звания он конечно же не двумерный если средняя плотность меньше критической то вселенная окажется тоже бесконечный но искривленные наподобие чипсов но если она больше то это значит массовой вселенной будет достаточно для искривления ее до замкнутого состояния звучит интересно и самое главное что мы это уже измерили и так согласно последним данным средняя плотность вселенной внимание равна критической что означает что наш мир такой рубляка есть одно но существует обидная погрешность всего лишь четверть процента однако это означает что вероятно это я не знаю вероятность выпадения ножиков майка из гол такая же то есть все-таки это возможно искривленности и замкнутости остается и если это действительно так согласно точным расчетам радиус всей вселенной минимум в 250 раз больше чем у наблюдаемой часть то есть ее диаметр не менее 23 триллионов световых лет а объем в 15 миллионов раз превышает видимый нам цифры невероятные и расстояние действительно огромны но задумайтесь аж получается что за пределами в этой видимой зоны возможно есть реально какая-то вселенная в которой есть другие существа возможно такие же люди как мы просто они нас не видят и мы их не видим потому что мы в зоне недосягаемость возможно это не люди а кто-то другой и а возможно они нас видят но не могут до нас добраться но знают кто мы такие и что мы делаем так как они уже могут а мы пока не можем потому что мы не такие умные как они или же они просто не хотят к нам прилетать ну потому что они же видят какие мы и долбоёбы ну их нахуй пусть они там живут они развиваются долго думают медленно если так рассчитать то это еще только может быть через миллионы лет они ну доберутся до наших скажем так границ это к тому моменту они все вымрут нахуй они там уже вон короной болеют поэтому вообще похуй давай их не будем трогать говно не трогаешь вонять не будет и все и все и вот так вот и живем то есть ли это и правда так получается пойдем в одну сторону во вселенной вы сможете прийти с противоположной обогнув ее как бы по кругу и такая как планета получается нет кругоцветное путешествие не круговселенское путешествие ну да сможем когда ебать ты чё блять я не готовился такое сделать большой вопрос но сама возможность поражает однако это еще не все если вы расстроились что вселенная скорее всего плоская и не искривленная то хочу вас обрадовать я плоский хотя блять и искривлен еще немного в таком случае она тоже может быть конечный и замкнутый но не из-за чего еще и замкнутый геометрии за топологии вот сейчас самое интересное присаживайтесь поудобно топология изучает совершенно иные свойства пространства нежели геометрия непрерывность замкнутость но лучше пояснить на примере представьте себе вселенную пакмана двумерная пошутил каждая лоска я абсолютно но есть одна особенность уходя за одну сторону экрана пакман появляется с другой поэтому его мир можно представлять себе в виде цилиндра стыка пакман никогда замечать не будет и по горизонтальной оси это вселенная будет безгранична ебал он уже весь видос одно и то же нам пытается объяснить когда мы так уже давно все поняли долбаю но при этом замкнут это дел можно взять расширенную версию этой игры в которой пакман уходя за экран сверху появляется снизу и чё такую вселенную можно замкнуть еще интереснее соединяем левую и правую стороны как прежде но теперь вдобавок соединяем еще верхнюю и нижнюю и тогда получается геометрическая фигура тор ну или бублик или пончик называйте как угодно и что важно геометрия такой вселенной по-прежнему плоская то есть параллельные прямые не пересекаются пройдя вниз в бок и вверх вы не придете в ту же точку но топология такова что она не имеет границ и замкнута конечно вот такой вот финн кончик есть и другие способы замкнуть двумерную плоскость даже лента мебиуса или бутылка клеяна но суть тоже то что кажется бесконечным на самом деле может быть просто замкнута подобным образом можно замкнуть и трехмерное пространство визуализировать это сложнее но если представить себе некий объем некий куб то достигая одной грани вы будете появляться с противоположной и так далее ну словно они соединены друг с другом выглядеть это может так правая граница я думаю куда мой носок пропал нас левый а где-то во вселенной наху летает короче между вселенными еще и передние задние должны но как это изобразить вообще непонятно получается вот так фортан сент есть теория мультивселенных от топлица ой ты думаешь мы это блять не смотрели да супер 7 до блять ты дурак что ли мы тут уже смотрели уже кого-то сложное время понятно нефа вполне может быть что наша вселенная именно такая с плоской геометрии но замкнута и конечно но как смысле конечно большую а что тогда за ее пределами то есть вот тут вот вот в этом месте вот тут вот тут вот она она хуяк и для кучу а шо здесь я а да блять если вселенная конечно тогда выбрался за пределы 2 бублика а что здесь блять остается только один вопрос как же это проверить ну если характерный размер вселенной срочно подожди там части там белый фон увы никак разве что как в играх да когда ты выпадаешь за карту там просто ничего и перетишь как бы бесконечность где просто реально какой-нибудь такой вот белый фон как в майнкрафте например а шесть лет реально так пиздец это так стрёмно просто вечно падать вечно куда-то лететь пустоту где ничего нет то отправить космический корабль в разве любит и очень-очень долго ждать если хватит а нет то есть ты не сможешь за пределы такой не выбраться да то есть ты как будешь возвращаться с другой хуйня чё за бред на он вернется обратно с противоположной стороны но если характерный размер меньше наблюдаемой части то это вполне реально ведь где-то далеко далеко мы сможем увидеть самих себя ну а точнее изображение нашей галактики единственное что свету нужно время чтобы преодолеть такое большое расстояние это за свою галактику мы увидим достаточно молодой и возможно ее просто-напросто не узнаем в этом есть некая трудность но вы только вдумайтесь а вдруг это уже произошло и мы просто еще не поняли что увидели то что нужно вопрос о замкнутости вселенной пока открыт не факт что она бесконечна но и подтвердить мы этого точно пока что не можем думаю чем-то это похоже на изучение нашей планеты раньше люди считали что за горизонтом земля заканчивается теперь же мы знаем ну как минимум разумная часть человечества что никакого края земли нет однако и поверхность планеты не бесконечна вселенная может быть устроена в каком-то смысле так раю бы пишите в комментариях как вы считаете все она бесконечна или нет и пусть пока что это будут только предположение я уверен что рано или подряд но а если она конечно как этот конец то нахуй выглядит что там типа ты летишь такой на корабле космическом по вселенной и тут она ну типа окей заканчивается и шо ты блять врезаешься в какую-то темную стену типа такой бум блять ой вселенная закончилась надо разворачиваться блять и такой в обратную сторону полетел смысле блять как она может так закончить и там шо как в игре да невидимая стена блять текстура такая и ты такой бежишь в стену как npc такой ебать не могу пройти блять прозрачная стена пойду в другую сторону надо блять не ну а шо блять как это конец как этот конец может выглядеть 110 и блять слушал я слушал сука да я другом говорю конечно и замкнутая разные вещи понимаете что ты типа как вот по планете земля может так кругом кругом вот так вот постоянно передвигаться и все это одно а если конечно то есть значит она может закончиться она не заканчивается ты будешь как бы ну туда-сюда одинаково и все крутится и все поздно появится новый магеллан и мы узнаем точно как же она выглядит на этом все бляшу если ты как бы ну а если она реально конечно и ты как бы такой хуяк и выпадаешь в 2d мир то есть мы живем в 3d или в 4d или в каком там 10d мире а за пределами вселенной начинается 2d мир то есть аниме реально спасибо тебе большое за три месяца переподпись ну да ты ⑲ 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